Эти люди прогнили. Мне наплевать, если такие умрут. Аниме познакомит нас с парнишкой Йо из рода Асакура. Но Йо не совсем обычный малый. Он шаман и способен видеть и объединяться с духами. При помощи частиц этих душ шаманы могут лечить болезни, заниматься дипломатией, передавать слова мертвых, призывать духов и проводить другие ритуалы. И он всю жизнь тренировался и готовился, чтобы стать королем шаманов. Только тот, кто может стать единым с королем духов, тот, кто обретает силу всех шаманов, король шаманов. Но, чтобы получить этот титул, ему предстоит победить в турнире шаманов. Само собой, турнир этот будет не из простых. Но на помощь Йо всегда готовы прийти его верные друзья. А вот сможет ли он одержать победу, вы узнаете в аниме Король шаманов. Итак, начнем по порядку. В 2001 году, охренеть аж 20 лет назад, мир увидел экранизацию манги Хиро Юки Такея «Шаман Кинг». И я, наверное, не совру, если скажу, что это аниме полюбилось, если и не всем, то многим. Совершенно верно. В том числе и мне. Персонажи в нем были живые, история захватывала и не провисала на протяжении всего времени. Только вот наступил финал, который сильно разнился с мангой. И хотя многим он пришелся в то время по душе, в том числе и мне, Хиро Юки он сильно разозлил, и он сказал, что больше к этой манге не вернется. Но сегодня я буду говорить не об этом аниме. Во-первых, потому что, скорее всего, вы о нем уже знаете. А во-вторых, потому что уже сотни каналов делали на него обзоры, расследования и сравнения. Это так ерунда. А поэтому я сегодня хочу поговорить о том, что вышло относительно недавно. О перезапуске «Шамана Кинга» 2021 года. Новенький Йо Сакура. Аниме еще только выходит, и пока много чего не ясно. А поэтому я решил не делать обзор, а высказать свое первое впечатление. И сразу предупрежу, будут спойлеры. Хотя, если вы смотрели оригинального «Шамана», то, в принципе, эти спойлеры для вас не страшны. Кстати говоря, давай станем друзьями Амидамару. Друзьями? Так вот, в 2020-м было объявлено, что в разработку запущен перезапуск «Шамана Кинга». Но не просто перезапуск, а новая версия, более соответствующая оригинальной манге. Сразу скажу, мангу я не читал. Но если в ней все так и было, то начало мне уже не нравится. Само собой, я как человек, смотревший первый вариант мульта, не могу не сравнивать. И в сравнении ребут, как по мне, проигрывает. И главная причина тому – сумбурность. А именно, если сравнивать, то события происходят, ну, очень быстро, не позволяя проникнуться персонажами. Из-за чего не понимаешь, что испытывать к этим героям. К примеру, в первом варианте события развиваются в разы медленнее. В первой серии ее знакомятся с Морти и Рио. Во втором эпизоде они только идут к мозге, узнают его историю и все в этом духе. То есть, на одно-два события выделяется целая серия, благодаря чему мы лучше узнаем героев. Теперь мы будем работать, как один человек. И вернем мечу свет и его изначальную силу. Тут же? Кто? Йо? Морти? Что? Амидамару? Мозг, меч, Рио? Ты как гера? Лен, Анна, сестра Лена хорошая, сестра Лена плохая. Пайлон. Что за ужас тут творится? И все это за четыре серии. Четыре, мать его, серии. И я понимаю, что, скорее всего, они хотят по-быстрому прогнать исходные события, чтобы перейти к чему-то новому. Но нельзя же так комкать и сжимать. Тем более, как я узнал, планируется не 12, как это обычно бывает, не 24 эпизода, а 52. А это всего на 12 серий меньше первого аниме. Вообще, отталкиваясь от этого, могу предположить, что как раз-таки события первых 12 или 20 эпизодов так и продолжат пихуюрить по максимуму в первой серии. А когда начнется уже новый манговый контент, сериал, скорее всего, притормозит. Что ж, когда он это сделает, возможно, я его даже похвалю. А пока что я смотрю на события первой версии, пропущенные через мясорубку. Что очень напомнило мне Хелсинг Ова. Дело в том, что мне очень нравился старый Хелсинг. Темный, мрачный, жестокий. Я уже и не помню, сколько там было серий, но все эти серии старого Хелсинга нашинковали и запихнули в первую серию Овы. И вышла ровно та же ситуация, что и с Шаманом. События первой серии Овы Хелсинга чертовски сумбурные, но когда начинается что-то новое, Хелсинг притормаживает. Также в Ове Хелсинга была куча гэговских рож и моментов, которых было в разы меньше в оригинале. Убьют, они меня растерзают. Такая же ситуация и с Шаманом. Но в отличие от Хелсинга, в Шамане эти рожи не столько минус, сколько просто отвлекают и мешают погрузиться в происходящее. Вы все не так поняли. А вообще, как мне кажется, для тех, кто не смотрел оригинал, ребут с его красивой графикой и динамичной подачей может очень даже зайти. И не подумайте, у меня нет синдрома утенка. Я не считаю, что раньше все было лучше и трава была зеленее и девки краше. Но в данном случае я пока что получаю то, что я уже видел в более плохом варианте. Про заглавную музыкальную тему я даже говорить не буду. Возможно, когда аниме выйдет до конца и я увижу новый контент и он мне зайдет, тогда я выпущу видео и скажу, что аниме реально годное. Но пока что я скажу, что лучше пересмотрите классику. Ну и напоследок спойлер, который оставил сам сериал во вступительных титрах. Я же, в отличие от сериала, сразу предупрежу, что сейчас будет еще один спойлер в спойлерном обзоре. Спойлер в квадрате, скажем так. Ладно, блин, я и такие, как я, кто уже смотрел первый вариант и уже в курсе, но какого хрена сериал показывает это? Ну ты видел? Видел? То есть те, кто смотрят в первый раз, видят, как Йо сражается то с Реном, то с Рю. А блин, во вступительных титрах они дружно гостят у Йо дома. Нет, с одной стороны, конечно, можно подумать, что это сделано только для интро. Но это, блин, ведь наталкивает на определенные мысли. И нахрена так вообще делать? Ничего не понимаю. Вспомните оригинальное интро. Нихрена не понятно, но чертовски красиво и запоминающееся. В общем, подводить итог пока нельзя. Слишком много всего непонятно. Но в сравнении со старым вариантом, новый явно проигрывает. Из-за чрезмерной сумбурности. Хотя, возможно, когда выйдет новый материал, то все станет лучше. Но это не точно. Ну а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. Ну а если вам понравилось данное видео, то поставьте свой духовный лайк и подпишитесь на канал. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию об аниме. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК. В которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Человечество забыло про мир духов и поддалось алчности. Мир распадается на части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok